Преподаватель избил 15-летнего юношу в Алматы. В результате побоев подросток получил сотрясение мозга. Инцидент произошел в одном из религиозных пансионатов. Поводом, по словам матери пострадавшего, стал отказ ее сына выполнять задание из-за плохого самочувствия. Однако учитель не поверил ему и обвинил в нежелании учиться молитве. Спасаясь от разъяренного мужчины, юноша босиком выбежал на улицу, едва не угодив под колеса машины. Рустам Ралбаев встретился с жертвой насилия. Вопиющий инцидент произошел в этом небезызвестном пансионате. Сегодня мы специально приехали сюда, чтобы постараться восстановить полную картину произошедшего. Выяснить подробности недавнего инцидента мы решили у администрации заведения. Однако наткнулись на наглухо запертые двери. Узнав о причине нашего визита, служба охраны твердо решила не допускать нас внутрь. По словам очевидцев, в тот день юноша был настолько напуган, что убегал по снегу босиком и чуть не попал под колеса автомобиля. Все это происходило на глазах у ошарашенных прохожих. С улицы выбежал один мальчик, без обуви, плачущий, в глазах слезах, испуганный. И он спрятался за машину. Я как человек подошел, уточнил, и он плачал, оплакал, и потом спрятался, что случилось у него. Он сказал, что кто-то бьет. Двух людей его били. Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Он на условиях анонимности согласился рассказать подробности инцидента. По словам юноши, ему несколько дней не здоровилось, из-за чего он вел себя пассивно. Однако учитель обвинил его в халатном отношении к учебе, из-за чего и разгорелся конфликт. Историю пациента подтверждает и его мать. Оттуда мой сын прямо сбежал. И этот учитель догнал его, бил моего сына до такого состояния, что он даже сейчас получил сотрясение и лежит в городской больнице, детской больнице, в отделении нейрохирургии. И я не знаю, что дальше делать. Мне очень плохо. Не зная, что теперь будет с ее сыном, женщина не в силах сдержать слез. Однако врачи говорят, что юноша поправится. Ребенок к нам поступил с диагнозом закрыто-черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и парарбитальная гематома левого глаза. Сотрясение головного мозга, стационарное лечение это 7 дней и дальнейшее восстановление это месяц будут лекарства принимать. И дальнейшее обследование по месту жительства. В полиции заявили, что сейчас ведется расследование. Назначена экспертиза. Мальчик является воспитанником благотворительного фонда Раимбек-Батер, который расположен в Турксибском районе. Также юноша пояснил, что у него произошел конфликт с одним из настоятелей данного благотворительного фонда, учителей, который в ходе данного конфликта нанес ему телесные повреждения. Напомним, ранее данный благотворительный фонд в поле зрения полиции и других специальных служб попадал. Отмечу, ранее суд вынес решение о ликвидации не только этого фонда, но и всей ассоциации благотворительных учреждений ЖБЕКЖОВА. Однако решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Рустам Аралбаев, Ханкильда Ахмедханов, Телеканал Алматы.